Привет всем друзья и будьте канала. Ну что ж, наконец-то мы снова с вами встретились на карте Владимировка. Сегодня у нас по плану, значит, как вы помните, мы с вами покатили траву, я её заволковал. И сегодня мы будем эту траву собирать вот в такой вот куражный прицеп и давать её корону. Точнее, если бы точнее не траву, а сено. Вот, сено, которое мы сделали. Вот, вроде как мне писали в комментариях, что этот прицеп он с автоподбором, вроде как вот этот вот погрузчик не нужен. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим, друзья. В любом случае он нам пригодится, поэтому... Вот, а МТЗ у нас, значит, сейчас находится на ремонте. У нас, короче говоря, МТЗ сдув, так как я в прошлой серии озвучивал. Поэтому у нас в работе вот такую вот ЮМЗ. ЮМЗ хорошо справляется с своей работой, тянет всё. У меня тянет всё, в общем-то... Да, он медленный, да, в принципе, он не сильно быстрый, но всё же... Хорошо он справляется со всеми задачами. Вот, и едем. И едем, друзья. Вот, так же я набрал Сидоровичу, сказал, что я всё сделал, сейчас буду коровам, в общем-то, собирать сено. Вот. Кстати, если ты сейчас смотришь это видео, Сидорович, то вот, собственно говоря, привет тебе. Вот, передаю тебе привет. Вот. А у нас, тем временем, 140 тысяч, и я, друзья, вот, меня мысль не отпускает, вот, не даёт мне покоя та мысль, что можно, в принципе, купить вот этот вот участок за 114 тысяч и заняться Сидоровичем. Вот, меня просто эта мысль не отпускает, я не знаю... Вообще не знаю, что делать. Брать этот участок или не брать, или подождать... Ну, короче говоря, я хэзер. Так. Потому что я хочу забить полностью вот эти вот две селестные ямы. Ну, а, собственно говоря, чтобы забить по полной, мне нужно очень много травы. Вот. С этого участка травы немножко будет, поэтому... Так, я, друзья, знаете, что, кстати говоря, я хочу сейчас попробовать? Я хочу попробовать... Отцепить вот этот вот прицеп. И всё же проверить, правда ли мне писали в комментариях, насчёт того, что этот прицеп с автоподбором. Если это так, это просто, друзья, здорово, это просто супер. Так, давайте мы это, собственно говоря, и проверим. Вот сюда я это всё дело поставлю. Потому что если этот прицеп действительно с автоподбором, это просто замечательно, это просто супер, друзья, нам не придётся тогда мучиться с этим прицепом. Так. Ну, смотрите, вроде как, вроде как, вилы есть. Ну, давайте посмотрим сейчас, будете вам подбирать. Друзья, да, смотрите. Он действительно работает. Офигеть. Друзья, реально круто. Смотрите. Вот, ой, ой. То есть, этот прицеп реально с автоподбором. Слушай, ты круто, друзья, всё. Всё, у меня все вопросы отпали моментально. Всё, я понял. Вот, то есть, получается, мы зря покупали с вами вот эту вот фигурину, да? Да, понял, всё. Фидорович, наверное, обрадуется, да? Так, а ну-ка, как-то можно? Это, этот, ЮМЗ вообще не тянет от слова СНАРС-Стель. 11 тонн. Да, тяжело. Тяжело, однако, нашему ЮМЗ даётся это всё дело. Нужен какой-то нам МТЗ. Слушайте, друзья, может мы купим сейчас вот этот МТЗ? 105 лошадиных стилей. Я думаю, давайте мы сейчас приобретём с ним вот этот МТЗ. Может быть, в конце серии. Потому что нам он в любом случае пригодится. Нет, друзья, ну это просто реально круто. Мне интересно, сколько метров он собирает. Метра нет, он не метр действительно собирает, а он побольше. Он гораздо-гораздо побольше собирает, чем это метр. Вот, ну два вот таких волка он запросто собирает. Так, 24 тонны. Отлично. Давайте мы полны, что ли, этот прицепт делаем, да? Нет, это, друзья, просто радует. Я не знаю. Ладно. Всё, радовались. Теперь работаем. Ну вот, зато... Зато нам не надо будет мучиться с вот этим вот прицептом. Вот, я вот. Продавать я его, конечно же, не буду. Смысл... Его продавать... Может быть, пригодится. Может быть, он нам когда-то пригодится. Да, но ее МТЗ-шки, конечно, очень, друзья, сложно. С вот этим вот прицепом я, конечно, да. Нужно обязательно покупать МТЗ. Это срочно. Буквально в конце этой серии мы, думаю, купим МТЗ. 40 тонн. Друзья, 40 тонн. Это вполне здорово. За сколько мы, кстати, сможем продать... Продать вот это. Животные. Грузовые прицепы. 5 тысяч. Как раз, друзья, смотрите. Как раз. Так, мы поехали. Поехали. Отвезем это все дело коровкам. Коровки, наверное, сейчас будут просто очень рады. Просто будут плицать от счастья. Давненько у меня, кстати, не было в Владимировке. Все тут местные жители за мной соскучились. Уже спрашивали, где ты, что ты, как ты. Я говорю, да, вот. Нет, но ЮМЗ действительно трактор хороший. Кто бы, что бы не писал, друзья, в комментариях, ЮМЗ действительно хороший трактор. Так, теперь нам нужно, друзья, еще посмотреть, куда нам вообще выгружать спел. Куда нам его выгружать. Коровник здесь не заехать, если не ошибаюсь. Хотя стойте, хотя стойте. Может быть, в коровник как раз и заехать. Вода. А ну, вот сюда нельзя. Блин. Сюда можно было бы вообще в идеале заехать. Давайте посмотрим, где у нас вообще сыпется корм. Корм у нас где? Тут. Капитан. Офиг знает, куда его сыпать. Здесь у нас появляется набуз. Сюда, что ли? Ну да. По идее. Ну, поехали. Безорг, ну что, так это и солому может действительно собирать. Сюда. Этот прицеп действительно прикольный. Он мне нравится. Все. Вот только нужен трактор к этому прицепу, и будет вообще здорово. Можно будет даже курс плей записать. Курс, чтобы кости каргать не было. Так, прям вообще будет здорово. Так, немножко мы по грязи тут проедем. Вот чистый прицеп стал грязным. Вот сюда, что ли? Выгружать, ну-ка. Зона разгрузки. Вот. Нет. Это зона загрузки. Это нам не сюда. Тут молоко. А куда? Взять, куда? Там вода, если я не ошибаюсь. Да, тут разгружается вода. Зона разгрузки. Так, а вот это, друзья, вот уже интересно. Вот это вот действительно интересно, куда нам разгружать это дело. Сюда. Может быть сюда. Да нет, тут всё закрыто. Сюда. Так, кто сейчас, друзья, говорю? Нам сюда. Вот, то есть, по идее, вот, да, да, вот, по идее, эти ворота должны были открываться. А я ж в прошлый раз, здравствуй. А я ж, друзья, в прошлый раз открывал эти ворота, пробовал. Они не открывались у меня. То есть, хорошо, поехали. Так, ну давай, ЕМЗ, давай, ЕМЗ, давай, ЕМЗшечка моя, родная. Ох, сейчас коробки наши будут рады, ох, они будут рады, друзья. Так. Пену, начать выгрузку. Вот и всё. Так, и того, друзья, и того наши коробки... Так, давайте посмотрим. Коробки сена 33 тонны. Здесь соломы ещё надо. Так, а остальное, друзья, сено, остальное сено, я предлагаю сгружать куда-то, туда. Сейчас, давайте, сейчас вам покажу, куда мы будем остальное сено с вами сгружать. Вот сюда я предлагаю сгружать остальное сено, вот. Вот сюда, или же туда. Посмотрим. Хотя, я думаю, лучше всего будет туда сгружать, да, потому что здесь... Проходить что нам тут? Тут у нас места достаточно. Давайте сгружать сюда. Вот и всё. Здесь, друзья, нам места достаточно, чтобы сгружать сено. Так, хорошо, поехали. Да, конечно, друзья, ЮНЗ вот такое дело. Трактор хороший, но, увы, маломощный. Нужно побольше мощи этому трактору. Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо, друзья, смотрите, и вилы вот. вот буквально люди бегут 10 километров в час они бегут и забрасывают тебя вилы вилами просто офигеть так ну друзья что я предлагаю вот мое предложение таково то есть мы видим что с этого поля доставок участка у нас все равно выходит больше чем потому что 33 тонн вот по сути коровам нашим нужно хотя бы ладно 120 тонн так ну давай давай знаю тебе тяжело но нужно что то же работа то есть это я к тому что половину поля можно и нам расшить а половину носилась собственно говоря получается что так не знаю я все же друзья очень хочу вот купить это поле я думаю мы в следующей серии с вами его и купим приобретем умерную технику которая нам понадобится для заготовки силы будет заготавливать знаете вот у меня как какая-то идея меня клюнет в одно место вот все я ее и буду каждую минуту озвучивать точно так же в этой серии мы берем в конце этой серии мтз да я надеюсь она у нас не исчезнет эта мтз уже надо брать друзья уже нужно брать мтз я чувствую потому что чувствую она исчезнет в следующей серии мы уже будем в принципе готовиться к большому стеноку к большому покосу травы будем заготавливать иной силос в общем-то свозить его может быть вот этим может быть мы купим какой-то другой прицеп на 90 тонн я там видел какой-то а может 5 два таких прицепа и будет вообще здорово посмотрим так выгружаемся мы друзья вот сюда да мы договорились что будем сюда себя выгружать и потом так 10 5 с вами 10 10 10 10 10 10 10 10 10 подъехали все вот так у нас друзья примерно получается на сене теперь можно даже реально лежать реально А чё, мне кажется, это как раз хорошее место для хранения силы. На лето, так точно. На лето то, что нужно. Так, у нас где-то закончилось, вот там, да? Вот, собираем ещё вот эти вот огречья небольшие. Вот, и будем брать МТЗ, друзья. Будем брать МТЗ. Вот, посмотрим, какой он будет по качеству. Ну, хороший, современный МТЗ. Тем более, кипка 45%, друзья. Просто супер. Давайте мы ещё один прицеп быстро сделаем. И... Надеюсь, он не исчезнет. МТЗ. Вот, ещё один прицеп мы быстренько не сделаем, и будем его покупать. Да, конечно, МТЗ нашему очень, друзья, тяжко. Вообще, он еле-еле едет. Да, друзья, повезло, что прицеп с автоподбором. Я вообще думал, вот такой прицеп купить. Где он? Так, грузовые прицепы. Вот такой, я думал вообще взять. Он 92 тонны. 16000. Вот такой ПТС-12. Но, я так смотрю, к нему даже не каждый ТС-150 его потянет. То есть, нужен птировец. Нужно покупать птировец. Нужно покупать птировец. И тогда что-то будет. А рабочая ширина 10 метров, друзья. 10 метров. Это что-то такое. Не из этого мира. Так, ладно, друзья, хорошо. Давайте сделаем еще один прицеп. И чтобы не нагружать вас и себя однообразной работой, мы с вами будем покупать трактор первоочередной. Ну и, естественно, уже в следующей серии мы будем, вот, в этой серии мы еще немножко подумаем. Вот, подумаем, что нам лучше взять. Или же вот этот вот луп, да, который за 114 тысяч. Или же, может быть, какую-то технику. Вот, в этой серии мы еще думаем, а в следующей серии мы уже будем брать. Брать и заниматься, потому что, ну, потому что нам нужен силос. Вот, и мы должны продать весь силос будем и разбогатеть. Просто реально разбогатеть. Плюс ко всему же силос нужен коровкам. Надо смесить все такое. Поэтому, друзья, это в любом случае нужно будет нам заготавливать, как ни крути. Вот, ну, об этой серии мы будем думать, а также покупать МТЗ. Вот такую вот МТЗ мы купим. Все, как раз и мы доделали. Поехали. Отвозим это все дело. Перевозка людей запрещена. А чего? Мне кажется, как раз этажка лежать на вот таком вот прицепе полного сена. Так, хорошо. Мне кажется, мы что-то, друзья, своя подзастряли. Да, что-то мы, друзья, с вами подзастряли. Нуждено рядом. Вот тут вот рядом нужно. Разгружаться. ну вот такая у нас друзья куча небольшая получается потом эту кучу будем собирать и в общем-то коробка вывозить вот ну а сейчас давайте мы все же будем покупать вот этот вот мтз так выбор двигателя 80 лошадиных сил 105 это уже 7 выборы колес стандарт дизайн вариант пускай будет такой так что у нас загружатель задних колес противовес назад нам не надо выбор руля старый образец новый образец старый gps нам нужно проблесковый маячок желательно желательно крепление фронтального погрузчика нет крепление фронтального погрузчика мы не будем это уже друг номера а е 50 фс 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 все номера дизайн фара пуска будут такие выбор колес ну все принципе берем хотите приобрести товар за семь сто пятьдесят четырех до хочу вершим этот трактор и не вот уху-ху друзья ну что я могу трактор хорош трактор действительно хорош друзья это прям то что нам нужно 9 передач 34 километра в час реально то что я хотел вот и вот этот вот мтз у нас будет следующей серии наверное думаю что работать на полях или на полях или на стенокосе в общем посмотрим но я все же мечтаю хочу купить вот этот участок так ну хорошо ставим этот мтз друзья вот то я не сказал друзья что он бушный кабине просто реально чисто просто чистей чистейшая чистота в кабине даже с сигаретами не пахнет я вам хочу сказать реально ну с покупкой говорится с покупкой 82.1 вот позвоню сидоровичу похвастаюсь я покупкой вот а сами я буду нельзя прощаться встретимся в следующей серии будем в общем-то заниматься я так думаю уже глобально глобальным глобальным покосом травы приобретем я думаю все таки вот это поле будем работать уже на том лугу всем большое спасибо за внимание всем удачи всем пока до новых встреч и